Добрый день, мои дорогие зрители! Этим видео я начинаю большой блок о стрессах и о влиянии их на здоровье человека. Ведь именно стресс является причиной очень многих проблем со здоровьем. И очень важно научиться предупреждать стресс, контролируя свои эмоции в период разных ситуаций жизненных. Этот блок будет содержать большое количество видеороликов. Мы разберем природу происхождения стресса, поговорим о влиянии гормонов на стресс, рассмотрим всегда ли стресс вреден или в нем есть и польза и еще многое-многое другое. Обещаю, что каждое видео в этом блоке вас точно не оставит равнодушным. Поэтому кто еще не подписался, смело подписывайтесь на канал, получайте уведомления о всех новых видео. Итак, сегодня мы будем говорить о взаимосвязи, взаимосвязи стресса и сердца. Недавние исследования не просто будоражат и просто шокируют воображение. Представьте, что появились доказательства того, что сердце обладает собственным разумом. Это правда. Обнаружена собственная нейронная сеть сердца. И эта нейронная сеть сердца полуавтономна. Она работает в полуавтономном режиме. Сердце может вырабатывать гормоны и делать из них запасы, а именно запасы адреналина. Это гормон страха и действия. Гормоны высвобождаются, когда сердцу нужно работать на полную мощность. Сердце может выделять и контролировать выброс гормона АНФ. Этот гормон регулирует артериальное давление. Сердце производит свой собственный резерв окситоцина, а это именно гормон любви. До этого были сведения, что гормоны производятся над почечником, в головном мозге, в кишечнике. Гормоны активизируются при акте любви, выбрасываются в кровь. Это может быть во время ухаживания, это может быть во время физической любви. Но особенно это ощущается во время того, как мама хормит грудью ребеночка. Эти гормоны мгновенно распространяются по крови, и они начинают действовать. И оказывается, что эмоции мы ощущаем сначала телом. То есть мы сначала телом, а потом головой. И любая эмоция – это прежде всего состояние нашего тела. А только потом она уже воспринимается нашим мозгом. Сначала гормон активизирует кусочек тела, а потом только мозг распознает свою эмоцию. Сердце имеет свои нейронные сети, которые напоминают маленькие такие мозговые центры. То есть в сердце живет мозг. Он обладает восприятием, способным изменить свои функции, преобразоваться. Благодаря, например, пережитому опыту он формирует собственные воспоминания. То есть наше сердце все помнит. Это просто взрыв, вот реально взрыв. Поэтому понятие разбитое сердце – это четкие и физические факты. Сердце болит, сердце замерло, сердце сопротивляется, сердце чувствует. Сердце вообще генерирует обширное, такое обширное электромагнитное поле. И тем самым оно воздействует, конечно, на весь организм. И представьте, что это поле можно зафиксировать, находясь всего в нескольких метрах от тела человека. Но пока его предназначение до конца точно никто не знает. Еще у сердца существуют волны. То есть синхронность сердца и мозга на уровне гормонов. Поэтому роль сердца и выражение эмоций – не просто образное выражение. Когда сердце самовыражается, то затрагивает всю физиологию нашего организма. И начинается все с мозга. А значит, наше сердце воспринимает и чувствует связь между нашим эмоциональным мозгом и нашим маленьким мозгом. И эта связь – один из ключиков к эмоциональному интеллекту. И представьте себе, что научившись контролировать сердце, мы приручим наш эмоциональный мозг. То есть у нашего сердца есть волны. И у мозга есть волны. Сердце генерирует собственную частоту. То есть примерно где-то на 8 метров распространяется ее излучение. И из сердца идут лучи. Лучи определенных волн. Они определяются тоже приборами. И так у сердца есть своя нервная система. У него есть свой собственный генератор электромагнитного поля. Это очень уникальное сведение. И они безумно важны для всего понимания, что означает сердце и мозг. То есть они все время постоянно в коммуникации. Они все время договариваются друг с другом. Например, вы понимаете, что человек вам никак не подходит. Но вы его любите. Или наоборот, он идеальный по всем параметрам. У нас сердце не прикажешь просто, ну никак не лежит. Наши все отношения имеют физический уровень. И навряд ли есть кто-то, кому удастся разорвать эту взаимосвязь. Я уверена, что эта информация точно не оставила вас равнодушными. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайчик. В комментариях пишите, какие темы по стрессу вы хотели бы разобрать. И у кого есть еще личные вопросы, всегда буду рада помочь. Ниже под этим видео есть мои контактные данные. С удовольствием помогу и проведу бесплатную консультацию. Я рада была сегодня быть с вами. Будьте здоровы, берегите ваши сердца. До новых встреч!